Затем, как мы и говорили, братья, эти больные люди, опровергая и высмеивая, как они заявляют ваххабисты, в то время как они на самом деле смеются над хадисом посланника, они говорят, получается, Аллах постоянно вот так вот двигается, двигается и так далее. Мы говорим, что даже если мы опишем этим Аллах, мы ничего нового не сделаем. Аллах говорит, каждый день он чем-то занят, это раз. Два, они говорят, что сегодня, когда последняя часть ночи здесь, в другом месте, последняя часть ночи будет сразу через час. Или же еще в другом месте будет также последний, то есть постоянно, это последняя часть ночи, сколько у нас, 12 часовых поисков или сколько, то есть в любом случае, то есть каждый часовой поиск в зависимости от себя, то есть будет каждый раз и так далее, и так далее. Субхан Аллах! То есть, получается, постоянно, как он может быть и здесь, и там. Почему этот вопрос, братья, появился, как мы и раньше говорили? Откуда этот вопрос взялся? Взялся этот вопрос, братья, от того человека, кто сравнил Аллах с собой, так как этот человек не сможет быть таким образом. А мы тебе говорим еще раз и еще раз, что мы не уподобляем, в отличие от тебя, Господотворением. Я не знаю, каков Господь. Аллах мне сообщил, и я в это верую. Я в это верую, то есть есть такие, то есть даже в мирском, есть определенные существа, которые не поддаются, то есть, как сказать, законам природы, которые, то есть законы природы имеются те законы, которые Аллах повелел, чтобы были соблюдены в природе. То есть не поддаются подобно тебе, то есть, например, разные бывают у кого-то, например, кто-то под водой дышать может и не может дышать под водой, кто-то летать может и не может летать и так далее. То есть это даже в творениях есть какие-то определенные разницы, и хоком этого не будет подобен хокому другого. То есть птица не сможет так же, как резво она летает, бегать, а человек сможет быстро бегать, например. Гепард не сможет так же быстро, как он бегает по земле, не может он плавать так же быстро и так далее. То есть есть какие-то маленькие рыбешки, которые обгонят его в воде, так или так, в то время, как на земле он самое быстрое существо и так далее. То есть это вещи, которые даже среди людей ты не можешь судить этого, подобно этому, этого, подобно этому, потому что это разные вещи. Если ты захочешь справедливости, и всех будешь животных, например, в зоопарке кормить одинаково едой, и льву ты будешь листики переносить, хорошо, и жирафу ты листики будешь переносить, это будет справедливостью или несправедливостью? Тогда ты скажешь, нет, ну раз я льву мясо даю, оно дороже, чем листики, давай и жирафу мясо давать. Тоже это не будет правильным, это будет несправедливым. И поэтому, братья, это мы говорим про творение Аллах, что говорить о Творце. И поэтому мы не знаем, братья, и мы признаем, что мы не знаем, как выглядит Аллах, мы знаем, что Аллах, никто не подобен ему, и Аллах самый на величайший, самый прекрасный, обладает самыми лучшими атрибутами и качествами. И поэтому Аллах сообщил нам об этом, и мы знаем, что Аллах правдивый и послал посланника Али Саратусам, который ничего от себя не говорит, только лишь передает внушаемое ему откровение Всевышнему Аллаху. Поэтому мы веруем в то, что нам сообщили, так оставьте же нас в покое, то есть мы остаемся на том, на чем сказал нам, то есть о чем нам сказал Всевышний Аллах и его посланник Али Саратусам. И поэтому, братья, у нас не болит голова, как совместить то, что Аллах над троном, Аллах над нами, и вместе с этим каждую последнюю третью часть ночи он спускается, а эта последняя третья часть ночи, она постоянно двигается по земле, значит постоянно он, я в это не буду влезать, почему? Мне не сообщил об этом никто, мне сообщили, что вот так, вот так, вот так, и я верую в это. И поэтому Аллах описал верующих чем? И он сказал, веруют скрытые, сокровенные, я не знаю, каково оно. Поэтому рассказывается, если я не ошибаюсь, Юнус ибн Абейд, или же о ком-то из, то есть примерно его, то есть табака, то есть из его времени, что когда он рассказывал людям, то есть эти хадисы и так далее, имена и качества, ему сказали, что ты вот эти вещи, эти вещи говоришь, а твой племянник сам, он, то есть, постоянно, то есть, находится с муатазелитами и так далее. И он удивился, и он вернулся к своему посланнику и сказал, до меня дошло то-то, то-то, то-то. Он говорит, давай поговорим об этом. Он говорит, нет, говорит, давай не будем об этом говорить, ведь разговор о Господе, это что-то очень великое. Давай поговорим о творениях Аллаха, Субхану Аталию. Он говорит, есть из ангелов те, у кого 600 крыльев. Расскажи мне, где эти крылья? Он говорит, я облегчу тебе задачу, давай уберем 597 крыльев из этих 600. У него три крыла, говорит, два крыла хорошо, говорит, одно справа, другое слева поставим. Третье, куда ты денешь, говорит. Где будет находиться это третье крыло? Каким образом оно будет у него? И человек замолчал. Он говорит, ин кунна на'джиз фи халкиллах, фанахну фи филлахи а'джиз фа а'джиз, говорит. То есть, если мы не можем описать из знаний сокровенного, то есть, скрытое от нас творение Всевышнего Аллаха, Субхану Аталию, то о самом Творце мы еще больше не способны. То есть, зачем ты это, если человек, аль-хамдул-Ллях, покаялся? И действительно, если человек задумается, братья, то есть, когда ты слышишь ангел, что-то приходит тебе в голову. Только то, что братья всякие больные люди в мультиках рисовали и так далее и тому подобное. Там какой-то человек в белом одеянии и так далее, еще иногда женщины, говорят, в белях рисуют и так далее. И справа крыло, слева крыло, как у птицы, как у орла. Откуда ты знаешь, что крыло, в принципе, выглядит так? Одно из 600 крыльев Джибриля кончиком он поднял целую деревню. Как выглядит это крыло? Тоже перо, Субхан, пером он поднял его? Или же это что-то, то есть, очень тяжелое, жесткое? Это с чего ты взял, в принципе, что крыло именно таким образом? У нас у самолета есть крыло, у нас есть, что у машины крыло есть, у нас есть у птицы крыло. И все это называется крыльями, так или не так? И поэтому, как ты будешь? Откуда ты знаешь, какое именно из этих? Все же это крылья. Как ты знаешь, что в принципе такое крыло? Откуда ты знаешь? И поэтому, Субхан, то есть, эти вещи, братья, легче становятся, когда человек понимает свое положение. И садится там, где посадил его Всевышний Аллах, не поднимается выше этого, не пытается примерить чужой трон. Сиди на месте, Субхан, тебе Аллах сообщил, тебе самое простое, то есть, самое легкое, это быть, братья, приверженцем Сунны. Ты говоришь то, что сказал до тебя пророк Алиса Рацан, и поэтому ты в безопасности. Ты даже если вдруг мы бы предположили, хотя это является, естественно, предположением, то есть, имеется в виду, что мы говорим авось да кабы, даже если предположить, что ты в итоге оказался неправ, перед Господом ты придерживаешься хадиса, аль-хамду-ли-ля. И никто тебе ничего не может сказать, потому что, о, Аллах, ты послал мне посланника, Алиса, я от него услышал, и я последовал за этим. Не говоря о том, что мы говорим, даже если бы, но это не так. То есть, это просто предположение, да, то есть, это называется Фарадан. То есть, даже если бы мы представили это, но это не так. Спасибо.